Это Русский Космос. Здравствуйте, я Мария Кулаковская. Сегодня в гостях у нашей программы очень известный в космических кругах человек, заведующий лабораторией дистанционного зондирования Земли Российской Академии Наук, в прошлом инженер Космического Центра имени Хроничева, а ныне один из самых авторитетных специалистов по пульсирующим ледникам, ученый, изучающий поверхность Земли, в том числе с помощью снимков из космоса, Лев Васильевич Десинов. Лев Васильевич, здравствуйте. Добрый день, Ваше. Лев Васильевич, давайте начнем с наболевшего. Я знаю, что Вы одним из первых восстановили картину катастрофического наводнения в Крымске. Ну, дело в том, что мы, наверное, являемся источником официальной версии первой, потому что первые три дня вообще не было никаких версий, кроме того, что на месте сотни разных, так сказать, версий выдвигалось совершенно неправдоподобных. А в это время, когда после катастрофы 8 числа не было погоды, и уже 9-го космонавт Падалко, Геннадий Падалко, сделал несколько прекрасных снимков и передал их нам оперативно в лабораторию. И вот быстрое оперативное дешифрирование позволило, собственно говоря, и установить причину. И я говорю о том, что это не была версия. Мы сразу говорили, что это данные исследований, и мы сейчас говорим о том, что это наше исследование. У нас было две основы. Первая — это сами космические снимки. Снимки, полученные в рамках эксперимента «Ураган», который проводит на борту космонавт Падалко. Это первое. А хочу подчеркнуть, что снимки наши имеют теперь детальность 2 метра. То есть это очень хорошие снимки. И вторая основа наших выводов — у нас есть очень приличный опыт изучения гор, опасностей в горах. И вот это, собственно говоря, знание этих гор и многочисленная работа, проведенная до этого, проложенная на данные съемки, позволила сделать первый вывод о причинах катастроф. — Так сколько вы просмотрели в общем снимков, и что вы увидели на них? — Ну, вообще, вам скажу, что всего за несколько дней до 20-го числа Падалко сделал около 400 снимков. Но достаточно было, может быть, первого десятка, чтобы сделать все выводы. Потом только информация шла уже в дополнение. Например, скажем, на первых кадрах мы видели воду в городе, а на последующих видели, как вода уходит. Но первые главные выводы — это первый десяток снимков. Мы пришли к выводам, что причиной катастрофы стал комплекс факторов — природных и антропогенных. В одном месте, в одно время этот комплекс сошелся. Над хребтом, разделяющим Черноморское побережье Кавказа, район города Геленджика и Новороссийск, и районом города Крымска сел глубокий циклон. Он был очень мощно напитан влагой. И сидел он там довольно долго. И такие циклоны обычно, конечно, в конце концов эту влагу выбрасывают на горы. И когда этот сброс влаги начался, то оказалось, что количество осадков выпавших на гидрологический бассейн города Крымска — это три реки сходятся у города Крымска. И вот весь тот бассейн стока мы называем гидрологическим бассейном. Вот сюда выпало около 300 миллиметров осадков. Это означает, что 300 кубических метров на один квадратный метр. — Это много? — Это очень много. За все измерения, которые были когда-либо в Крымской проведенной, — Такого не было? — Никогда не выпадало больше 80 миллиметров. Сумма воды, которая выливается, более 60 миллионов кубических метров. А расход воды — 1400 кубических метров в секунду. Это Волга между Угличем и Ярославлем. И когда эта вода на горы обрушилась, то пошли многочисленные сносы горных пород. То есть оползни возникли. — Сели, да, так называемые? Ну, там сели густая масса. Здесь очень жидкая была составляющая. Это фактически оползни, которые попадали в реку, и река насыщалась огромным количеством твердого материала. И весь этот материал попадал, в конце концов, в город. Но когда говоришь с очевидцами трагедии, они говорят, что, скажем, они выходили на берег, так называемый, но они шли не на асфальт, они в городе находятся, сначала по некой жиже ногами. То есть огромное количество твердого материала. Комплекс природных факторов, которые раньше никогда себя не проявляли. А второй — это уже антропогенный фактор, человеческий фактор. Ну, вот посмотрите, я вам сейчас покажу, допустим, снимки. — Знаешь, я вижу, вот у вас тут МЧС России написано, это МЧС основывается на ваших данных, да? — Мы вместе с ними работаем. У нас совершенно солидарная позиция с МЧС, абсолютно солидарная. Вот это сам город Крымск. А это горы, которые находятся южнее города. Так вот, здесь по долине реки Баканка проходит шоссейная дорога, трасса А146, идущая из Новороссийска на Краснодар, а далее на Ростов, на Москву. Это очень серьезная дорога. Здесь же проходит железная дорога из Новороссийска в Краснодар и далее в Москву. То есть вот такие трассы. Но они находятся на насыпях. И когда вода пошла в город, то эта вода была задержана этими насыпями. Но она прошла бы, потому что здесь есть мост железнодорожный. Будь он нормального живого сечения, эта вода прошла бы через мост. Но живое сечение там всего 30 метров по ширине, 3-4 метра по высоте. Значит, как только пошел мусор с гор... Что такое мусор? Мусор — это деревья. Мусор — это холодильники, кровати, выброшенные в долину. Это животные потом. Это камаз в мусоре был, например. То есть такой мусор элементарно забывает такое живое сечение. Естественно, вот это место как раз этого моста. А второй здесь мост есть. Я о нем коснусь дальше. Мост автомобильный. Здесь от трассы дороги А146 перпендикулярно к ней отходит еще одно шоссе. И оно фактически находится на входе в город. Теперь смотрите, что получается. Получается следующая история вот эта схемочка. Когда вода... Первый объем воды был остановлен насыпами двух железных дорог и автомобильных дорог... При этом там накапливался, да? Конечно, да. Мусор забил этот мост, и вода стала накапливаться. 3,5 здесь квадратных километров площадь затопления. Но накапливаться это не может бесконечно. Поток воды огромный с гор поддавливает. Естественно, это препятствие прорывается. И идет перелив в разные стороны от моста через мост, и прорывается мусор, который находится внутри моста. И этот поток воды поступает к городу. А перед городом, как я сказал, есть еще насыпь автомобильной дороги, выходящая перпендикулярно от трассы А146. Берем следующую схемочку и видим следующую картинку. Вот это место. Теперь уже 5,5 квадратных километров возникает объем. Вода с гор мощно поступает, и этот мост забивается тоже мусором. Это уже 7 пролетов, но каждый по 6-7 метров. Высота та же самая 3-4 метра, не больше. Такой же мусор поступает сюда, забивает и этот мост. Этот мост фактически мощная бетонная решетка. Там мощные быки, разделяющие пролеты. Это просто бетонная решетка. Она забивается, идет поток воды, огромный напор воды. В конце концов, вода переливается через мост, через его парапеты. И на всех 800 метрах вот этой насыпи, по которой проходит дорога, она начинает переливаться. За счет огромного давления прорываются эти самые, так сказать, живые сечения. И поток воды высотой около 7 метров обрушивается на город. 7-метровая волна, это сравнимо с цунами. Да, на этой схеме как раз видно, как город затапливается. Вот этот комплекс факторов и сыграл. Подчеркиваю еще раз, что если бы инженеры, которые думали о том, что может такое быть, но они не знали, что такое может быть, построили более разумно мосты. Это же еще в советское время все строилось, правильно? Мы тогда считали, что все-таки все продумают. Ну, я не знаю, как мы считали. Мы можем и сейчас так же построить, наверное. Дело не в советском времени, а в том, что просто люди полагали, что здесь не может быть больше 80 миллиметров. Олег Васильевич, а все-таки вот это Небержаевское водохранилище, оно, получается, совершенно ни при чем, да? Нет, оно при чем. Но оно при чем в положительном смысле этого слова. Это самое большое водохранилище в гидрологическом бассейне реки Адагум, которое, собственно, и проходит через город. Но кроме Небержаевского водохранилища есть еще целая серия небольших. Но все они, и это важно сказать, сыграли сугубо позитивную роль. Они принимали в себя воду, наполнились до краев и выдержали напор воды. То есть та вода, которую они приняли в себя, она была бы в городе. Они ее аккумулировали. И подчеркиваю, ни одна плотина не разрушена, все выдержало и все сыграло позитивную роль. А у Большого, главного Небержаевского, вообще ничего нет, кроме одной воронки. То есть когда водохранилище наполняется до некоторого уровня, вода достигает уровня воронки, как в ванной у нас в квартире. И в воронку просто вода уходит, и ничего больше. Совершенно примитивное по конструкции водохранилище. Совершенно примитивнее не придумываешь. Но большое и хорошо построенное. В любом случае, вот этот опыт о чем говорит нам, что в том же Казахском крае существует много подобных долин. У нас и Туапсе стоит опасно довольно, и Горячий Ключ в Казахском крае и так далее. И даже Сочи. Значит, поэтому здесь нужно всегда думать о том, что может быть порция воды, скажем, пятикратно, например, больше той, к которой мы привыкли, и понимать, а что делать в этом случае. Вот этот случай научил. Что хотя природа приучила нас, привыкли мы к какой порции осадков? Максимальному. А может 3-4-5 раз больше. Так давайте так оборудовать сейчас, в частности, долин Краснодарского края, чтобы в случае таких катаклизмов катастрофы не произошло. КОСМОС В России не в одной стране нет переизбытка, а в России все-таки ее такая недостаточность очень ощутимая. Особый интерес к спутнику «Электро-Л». Этот новый аппарат способен ответить на извечный жизненный вопрос – брать или не брать зонтик, выходя из дома. Мы с вами наблюдаем снимок Земли, полученный из космического аппарата «Электро-Л-1». Геостационарного аппарата, который позволяет наблюдать нашу Землю каждые полчаса, имея данные об облачности, которая на нашей территории формируется, о процессах, которые здесь происходят, в атмосфере наблюдать непрерывно, постоянно, днем и ночью. Три канала обычных, как видит человеческий глаз, и семь инфракрасных тепловых, сканирующих излучение Земли, облаков, водной поверхности. Такими возможностями могут похвастаться лишь несколько иностранных метеоспутников. Когда группировка «Электро» будет состоять из трех аппаратов, России станет доступна вся кухня погоны. Лев Васильевич, я знаю, что Вы не впервые участвуете в расследовании причин стихийных бедствий. И, например, после трагедии в Крамадонском ущелье Вы ведь не согласились с выводами коллег о причинах обрушения ледника «Колка» и решительно выступили против мнений не только российских, но и зарубежных приглашенных специалистов. Вот чья все-таки точка зрения стала определяющей? И так ли это важно сейчас, когда уже 10 лет прошло, и столько людей погибло, и в том числе, конечно... Спасибо за этот вопрос. Группа Сергея Бодрова, младшего. Важно, и тогда было важно, и сейчас важно. Важно почему? Потому что это уникальная природная катастрофа, которая неожиданно случилась в горах Кавказа. Я действительно прилетел в одном самолете с Сергеем Кужегеновичем и с отцом Бодрова, как главный эксперт этой катастрофы. Но когда мы осмотрели это место катастрофы с борта вертолета, то я не согласился с мнением десятка специалистов, которые там были. Собственно говоря, все, кто был, специалисты российские, швейцарские, канадские, альпийские и так далее, они все говорили одно и то же. Ну, кроме глупостей, конечно. Но говорили они, что на ледниковку упали сверху другие ледники и выбили его из ложа. Например, известный академик Залиханов позволил себе высказывание. Катастрофа произошла потому, я цитирую, что группа Бодрова устроила фейерверк, и мы их выведем на чистую воду. Все, что угодно, все, что угодно было. Но, реально говоря, я лет сорок занимаюсь такими вещами в горах, изучением ледников таких. Есть опыт изучения, и мы знаем, что по леднику, сколько ни долби, любыми массами ничего не будет. Люди привыкли к тому, что можно ударить по реке авиабомбой и лед... Да, это так. Но когда ледник имеет толщину 200 метров, и когда по нему чем-то бьют, неважно, бомбами или массами горных пород, то все это, как шарик пинг-понга, отскакивает от стенки. Не более того. А когда эта вся масса на ледник в конце концов осядет, сплотится и нагрузит его, жди беды. Это классика изучения, но почему-то она не была, так сказать, известна, чем забыли все специалисты. Что было на самом деле? Очень кратко. На самом деле потом обнаружили этот самый комплекс природных факторов. Во-первых, три года к тому были очень детальные осадки, и ледник колка получал избыточную порцию вещества. То есть в балансе массы приходная часть несколько лет подряд была больше расходной. Но это совсем не главное. Это просто такой факт был. Главное, ледник колка лежит в разломе земной коры. И если начинается тряска, землетрясение, то если ледник лежит в разломе земной коры, то на него обрушивается еще больше горных пород сбоку. А ледник колка лежит не просто в разломе земной коры, а в крест по стиранию двух главных кавказских разломов. И если быть землетрясением, там вообще на него навалит много чего. Потом мы обнаружили, уже подняв данные геофизиков, мы обнаружили, что летом 2002 года были очень интересные синие землетрясения в этом районе. И эпицентр одного из них был буквально в 9 км от колки. То есть ледник нагружался, нагружался и нагружался. А потом, на следующий год, приехали геофизики, и уж совсем интересные вещи обнаружили, что вулкан Казбек, на склонах которого находится ледник колка, он, оказывается, спит, но в нем, внутри, есть некие движения магмы, мантийные очаги. Значит, естественно, идут флюидные потоки. Дело в том, Машенька, что ледник имеет огромное количество воды в себе, любой ледник. И это небольшие объемы. Там речки, там озера. Это как кремностная система человека. Он весь пропитан водой. И вся эта вода напиталась газом. А вода под ледником тоже, там озерко было под ним, тоже напиталась газами. А далее эффект шампанского. При догазации жидкости идет взрыв. А та порция газов, которая была в леднике, совершила работу по выбросу ледника из ложа. Ледник со скоростью более 100 км в час – 200 млн тонн. Был вытеснен с огромной скоростью из ложа путем доказации. Вот, что потом оказалось. Я убежден, что пришло время, пришло 10 лет. Пришло время четко рассказать. Потому что произошла феноменальная катастрофа мирового масштаба. Нигде, никогда такого события не было. А если вулкан Казбек индоактивизируется через 10 лет, то опять может что-то случиться. Нам не просто нужно упорствовать в этой глупости, в этой как раз версии. Нам нужно говорить о том, как было событие на самом деле. Потому что, зная причины, мы можем предугадать, как это будет в другом месте. Это тот случай, который, я считаю, что 10-летний печальный юбилей, который нам предстоит в сентябре пережить, является хорошим поводом наконец-то объяснить, как ушел из ложа ледниколка. Я горжусь тем, что я был первым, единственным, кто несколько лет об этом говорил один. А потом тихонечко мы доказали, что это так. Но не я доказал. Я только способствую этому. А потом работали геофизики, геологи. Сколько таких подобных ледников в мире? В нашей стране сколько? Я своим защищал диссертацию давно-давно, которую показалось только на Памире 600. На Кавказе меньше, там десяток насчитаешь, не больше. Лев Васильевич, а вот сейчас говорят о том, что ледники тают. Это связано с потеплением климата или с чем? Ну, конечно, потепление климата. Другое дело, почему потепление климата? Да. Потепление климата, у каждого своя позиция. Я сторонник не версии, а сторонник данных. Данные говорят о том, что у нас идет пристройка тепловой машины океана атмосфера. То есть мы с вами живем на планете вода. У нас три четверти планеты покрыты водой. А суша так, острова. И вот в этом огромном океане воды совершенно потрясающее огромное количество тепла. А над океаном атмосфера. И в ней тоже огромное количество тепла. И эта машина тепло взаимодействует. Изучать ее невозможно. Потому что в мировом случае нет таких ресурсов, чтобы все датчики поставить, чтобы знать, что не происходит. Там все происходит спонтанно, не контролируемо, нами, человеком. И вот идет сейчас перестройка этой тепловой машины. И совсем не за счет того, что мы настроили заводы и фабрик. Все эти киотские протоколы – это все чушь полная. На самом деле, вот от того, как среди земли изменится, как на солнце что-то случится, так в этой тепловой машине будет меньше или больше тепла и взаимодействие нарушится. Количество тепла, которое получает сейчас земной шар, он несколько увеличился. За прошлое столетие всего-навсего полтора градуса. Хотя это много. В этом столетии, по прогнозам, может 3,5 градусов быть. Это очень много. Но наши оценки, вот института географии, говорят о том, что вполне возможно через несколько лет наступит этот период похолодания. Простой пример, если хотите. Мы изучаем много ледников, следим за ними. Потому что ледник очень чутко реагирует на перестройку. Мы получили такие данные, что у нас период потепления начался в середине прошлого века. Наши данные по многим ледникам в среднем показывают, что примерно первые 50 лет, то есть до начала 20-го века, потепление отмечалось, но было довольно медленно. А потом оно вообще стабилизировалось. Из 60-х годов 20-го века наступил провал в потеплении. Оно тоже было, но оно практически к нулю ушло. Мы его почти не замечали. А из 80-х годов примерно пошел резкий нарастание темпа потепления, который особенно велик в последние 10 лет. И всегда после каждого периода похолодания приходит период потепления, но в нем цикл похолодания, внутри него цикл. И вот мы сейчас получили первый цикл потепления, в нем живем, который начался в середине 19-го века. И по законам природы, если смотреть все, что было до сих пор на земле, мы ожидаем через какое-то небольшое количество времени период похолодания скоро. То есть вы склоняетесь к ледниковому периоду? Нет, не склоняемся. Мы к периоду маленького похолодания склоняемся. А ледниковый период – это очень серьезно. Ледниковый период – это когда Москва закроется льдом. По крайней мере, здесь у нас, на территории Москвы, есть три, а некоторые считают четыре, похолодания такого, когда Москва была закрыта панцирем льда. Это все у нас 12 тысяч лет назад. Ушел последний лед этот в Москву. Мы с вами живем в Москве, в городе, где 12 тысяч лет назад был ледовый покров. А до этого еще были такие периоды. Вот это уже серьезное дело. А мы пока толкуем только о том, что может быть некоторое снижение потепления и переход в некую стадию легкого похолодания. Солнце То, что Солнце в образовании климата на планете, играет одну из главных ролей, очевидно. Смена времен года, климатические пояса. Но вот найти объяснение подобной нестабильности погоды пока ученые не могут. Есть и шверсии. Физик Ким Иванов связывает это с активностью Солнца. В эпоху минимума солнечной активности, когда космические лучи интенсивны, циклоны, которые образуются где-то в Северной Атлантике, они отклоняются более на север. Они более холодный воздух гонят на европейскую часть. А когда магнитная буря, траектория вот этих циклонов становится более такой южной, более теплой. При этом ученый подчеркивает, солнечная активность, конечно, влияет на погоду, но на каждом континенте это влияние сказывается по-разному. Вот по таким образцам деревьев ученые изучают погоду прошлых столетий. Темные кольца – зима. Они, как правило, узкие. В этот период дерево, говорят ученые, спит, не растет. Светлые кольца – лето. Если они широкие, значит, было тепло. Именно так ученые определили. Погодные аномалии были и в прошлых веках. Здесь, например, достаточно оно широкое, значит, было влажно и тепло. А здесь они, да, узенькие, а здесь, например, совсем друг за другом. Скорее всего, было холодно, соответственно, и сухо. И дерево плохо росло. Связывать погодные катаклизмы с солнечной активностью не все ученые решаются. Правда, один из фактов неоспорим. В 17 веке, например, когда на Земле наступил малый ледниковый период, на Солнце почти полвека не наблюдалось ни одного пятна. Звезда уснула. Солнце – это источник жизни на Земле. Поэтому, конечно, все, что есть, определяется Солнцем. Но это и как хорошее, и как плохое. Потому что Солнце – объект серьезный, непредсказуемый и суровый. Наша Земля по отношению к Солнцу – песчинка, светила в сто раз больше. Так что человечеству, чтобы жить спокойно, остается только одно – научиться подстраиваться под характер звезды. А скажите, а какую все-таки роль играет космос в ваших исследованиях ледников? Да и главную роль играет. Потому что сейчас, вообще говоря, в нашей стране, когда наука заняла очень низкие позиции, когда нет денег ни на какие полевые работы, на непосредственные ледения в горах, то только и космическая съемка позволяет видеть, что с ледниками. Тем более, понимаете, всегда были ледники эталонные. Они тщательно изучались. Но если на Кавказе было три ледника эталонных, а там-то их несколько тысяч, и на Памире, и Тяньшане, и в Альпах, и везде так же. Поэтому космические исследования позволяют, вообще говоря, охватить все ледники мира. И если несколько научных групп работает, координированно, одни говорят, что происходит в Альпах, другие, береговой хребет США, третья, Антарктида и так далее, то возникает общая, совокупная картина, что происходит. Невозможно оказаться на всех ледниках мира, а эталонные ледники только эталонные, часто не отвечают на самом деле, потому что в горах. Чем больше сотен ледников или тысяч мы будем наблюдать, мы с вами лучше скажем, что происходит с климатом Земли. И это возможно только по космической съемке. Реально возможно. Тем более, когда у нас... Даже мы фотографируем с борта МКС 2 метра, а у нас много спутников, которые дают детальность полметра, 60 сантиметров. Вся надежда на космос. Лев Васильевич, я знаю, что вы занимаетесь исследованием не только ледников, а вот, в частности, вы сейчас изучаете Байкал, да? Насколько известно, принимаете участие в нем. Вот расскажите, что там. Там тоже интересная задача очень возникает. Дело в том, что на Байкале были обнаружены подводные вулканы. А это вулканы... Грязевые вулканы, хочу подчеркнуть. То есть, грязевой вулкан – это вулкан, который извергает не магму, а некую грязевую массу. И он, его проявление обнаружено на дне Байкала. И в этих грязевых вулканах, ну, метановая составляющая. А метан – это нефть. Выход на нефть. Поэтому, когда обнаружили грязевые вулканы, то одни сказали... Обрадовались, конечно. Нет, одни сказали, там это... Можно нефть добывать, правда? А эколог говорит, вы что? Надо все-таки как-то быть сдержанными товарищами. Значит, поэтому и возникает задача изучения грязевого вулканизма Байкала, проявления его с точки зрения метанных выбросов. И вообще, так сказать, вот, что там происходит-то? У нас на борту МКС есть прибор, который называется ФСС. Прибор фотоспектральной съемки. Дело в том, что я являюсь научным руководителем программы «Ураган». Программа мониторинга земли, природной среды, катастроф. Я ее научный руководитель. И, следовательно, вот в рамках этой программы мы установили с помощью РКК «Энергия» и разработки Белорусского университета прибор фотоспектральной съемки, который дает данные о земной поверхности в очень узком спектральном диапазоне. То есть мы весь спектр 350-1050 нанометров делим на много-много составляющих по 2 нанометра. Высокое разрешение. И вот если мы считаем, что на вулкане есть грязевой вулканизм и есть метановые извержения, то как эти изучать-то? Это огромные глубины. Ну реально опять, как может здесь космос выручить? То есть если мы сканируем этим прибором всю поверхность Байкала и видим где-то метановые проявления, то мы фиксируем этот факт и говорим, где он консолидируется. Это новый вид аппаратуры на российском сегменте и состоит он из трех блоков. Помимо блока регистрации изображений, в нем есть блок электроники и спектрометр. Спектрометр высокого разрешения с диапазоном волн от 350 до 1050 нанометров, что позволит нам получать спектральное изображение Земли самого высокого разрешения. Эксперимент, организованный Федеральным космическим агентством, Институтом географии и Фондом содействия сохранению озера Байкал, проводится синхронно даже не в двух, а в трех точках. На земле, вернее, на воде, под водой, на дне Байкала с помощью глубоководного аппарата МИР и на орбите. Сегодня нам предстоят съемки озера Байкал. Очень интересный эксперимент, многоцелевой, многоуровневый, который проводится как на Земле, так и здесь, в космосе. Штатное место работы аппаратуры – это девятый иллюминатор станции. Из космоса хорошо видно, в какой опасности экология нашей планеты. Эксперимент уникальный и проводится впервые. Пока МКС по орбите со скоростью около 8 км в секунду приближается к Байкалу, глубоководный аппарат МИР-1 готовится к погружению на полутора километровую глубину. МИР-1 К погружению готов. МИР-1, дайте вашу координату. 52 градуса, 52, точка 95 НОРТ. Координаты судна и глубоководного аппарата фиксирует на своем мониторе космонавт Федор Юрчихин. Космонавт в напряжении. Подготовка заняла немало времени, а пролет МКС над Байкалом всего несколько минут. После месяца проб – это первое серьезное испытание нового спектрометра в деле. КОНЕЦ Спасибо, что меня пригласили. Я очень рад находиться именно в этой студии, в студии Роскосмоса, потому что вся наша работа действительно опирается на данные космической съемки. Я очень рад, что меня пригласили. Спасибо. Лев Васильевич, я благодарю вас за беседу. Большое спасибо, что пришли и уделили нам время, которого у вас не так много. Я напомню, что у нас в гостях был ученый, имя которого знает, наверное, каждый действующий космонавт, заведующий лабораторией дистанционного зондирования Земли Российской Академии Наук, научный сотрудник Института географии Российской Академии Наук Лев Васильевич Десинов. Это была программа «Русский космос». Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова